Доброе утро, Якутия! Начинаем новый день. И вместе с вами Вероника Тамтонсова. Да, Руслан сегодня где-то потерялся. Наверное, снимает что-то интересное для вас. Ну, а мы, как всегда, подготовили для вас отличный выпуск. Расскажем о том, какую книгу выбрать, о том, как говорить правильно, подготовимся к весеннему сезону вместе с детьми. Самые стильные, самые красивые у нас будут детки. Конечно, сделаем обязательно зарядку, поговорим об открытии нового спортзала и, конечно, о летнем отдыхе. Ведь лето уже не за горами. Оставайтесь вместе с нами на Якутия 24 НВК Саха. Каждое утро будет непременно успешным. Вставать утром все еще сложно? Ну, что вы! Самое главное, чтобы настроение было хорошим. Ну, а теперь смотрите. Ученые доказали, что 15-30 минут на рассвете это может быть активность любая. Это может быть йога, прогулка с собакой, растяжка, ну, не знаю, разминка суставов и все что угодно. Главное, чтобы это было активное действие. Почему? Потому что в это время движения получаем дофамин. Этот гормон позволяет нам чувствовать себя более бодрыми, более в хорошем настроении. Ну, собственно, на весь гормон хорошего настроения и счастья. Так что главное начать день активно. А мы в этом прямо сейчас поможем. Делаем зарядку вместе. Всем доброе утро! И давайте мы начнем этот день правильно, а именно с тренировки. Все поднимаемся. Мы сейчас будем вместе с вами делать кардиотренировку. И первое наше упражнение – это бег с высоким подниманием бедра. Обычный бег, но стараемся коленки поднимать. Поднимать до уровня таза. Три, два и давайте. Вместе начали. Обязательно мы во время тренировки дышим правильно. Вдох, делаем через нос, выдох через рот. И также ручками помогаем. Начинаем постепенно. Выполняем наше упражнение. Вдох, делаем через нос, выдох через рот. Есть! Хорошо! 10 секунд мы с вами останавливаемся. Делаем хороший вдох через нос, выдох через рот. И второе упражнение – это у нас джампинг. Прыгаем на носочках, коленки у нас согнутые и ручки на выдохе. Поднимаем над головой. Продолжаем. Выдох, выдох, выдох. Хорошо, отлично! Еще немножко. Три, два. Есть! Хорошо! Сделали хороший вдох. Немножко замедлились, восстановили дыхание. Еще один раз. Выдох. Есть! И захлест. Пятки тянем к ягодицам и ручками также работаем. Обязательно дышим. Вдох, делаем через нос, выдох через рот. И еще 5 секунд. Давайте держим темп. Не замедляемся. Три, два. Есть! Шаг на месте. Замедлились. И последнее наше упражнение – это выпрыгивание. Ноги поставили шире плеч. Носочки на 45 градусов. Присели и прыжок. Присели и прыжок. Когда мы с вами делаем приседания, таз отводим назад и отталкиваемся. Выдох, выдох, выдох. И давайте еще по счету пойдем. Десять раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично! Закончили. Сделали хороший вдох, выдох. И последний раз. Вдох, выдох. Восстановили дыхание. Молодцы! Всем отличного дня! Ну, отличная зарядка, по-моему, получилась. Даже я немножко у себя на работе смогла поделать. Поэтому, если вы начинаете утро на работе, тоже можно вполне на месте это все выполнить. Настроение улучшилось? Уверена, что у вас тоже. А я вот даже в кадре с телефоном. Представляете? Да, не можем расстаться ни на день. Недавно пережили коллапс. Ну, помните, не работали социальные сети, мессенджеры. И прям как без рук. Ну, а раньше, как жили, позвонил, договорился, за час встретился, и все прекрасно. Вообще, ученые говорят, что если часто пользоваться телефоном, постоянно быть на связи, проверять бесконечно социальные сети, мессенджеры и так далее, это тоже влияет на ваше настроение. Почему? Потому что вы находитесь в постоянном ожидании и в стрессе. Вредно, и на это тратится энергия. Поэтому сегодня я вас поздравляю с всемирным днем без мобильного телефона. Так что откладываем его в сторону, прячем, и живем сегодня без мобильного телефона. Я уверена, что это поспособствует вашему хорошему настроению. Ну, а всех нужно предупредить, что у вас сегодня день отдыха. Ну, а остальные новости прямо сейчас. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Далее предлагаем блок новостей. Стройблок правительства России завершит работу над предложениями по дальнейшему развитию ипотечного рынка. К апрелю об этом журналистам сообщил вице-премьер Марат Хуснурин. Он отметил, что объем выданной в России в январе этого года ипотеки превысил результат января 2022 года. Хотя в целом в его аппарате фиксируют достаточно серьезное снижение. Ипотечный портфель по итогам прошлого года превысил 18 триллионов рублей, сообщал ранее Центробанк России. Всего в 2023 году было выдано 2 миллиона ипотек на сумму почти 8 триллионов рублей, что в полтора раза выше результата 2022 года. Росстат сообщил о снижении численности населения России в 2023 году на 244 тысячи человек до 146 миллионов. Предварительная оценка оказалась оптимистичнее демографического прогноза статслужбы. Отрицательная динамика замедлилась. Численность постоянного населения России на 1 января составила 146 миллионов 200 тысяч человек. Представленные до ныне учитывают статистическую информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, уточнили в ведомстве. В центре «Моя работа» более 970 безработных граждан находятся на учете. В феврале они получат индексированное пособие. По закону выплата назначается, если человек потерял работу из-за ликвидации предприятия, сокращения штата или уволился по собственному желанию. Отмечу, с января текущего года вступил в силу новый закон о занятости населения, который был подписан в декабре президентом Владимиром Путиным. Новый закон реализуется в четыре этапа. Закреплены в законе о занятости минимальный размер и максимальный размер пособия по безработице. Минимальный размер пособия по безработице, если было 1500 рублей, то сейчас в связи с индексацией с февраля месяца этого года стало 1611 рублей. И с районным коэффициентом в городе Якутске стало 2255 рублей. А вот максимальный размер пособия с районным коэффициентом стало 19 235 рублей. Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах. Поправки в воздушный кодекс готовит группа депутатов. При этом депутаты еще не решили, какой возраст детей будет актуальным для введения запрета. В настоящее время авторы документа рассматривают несколько вариантов. Запрет на рассадку родителей и детей до 12 или 14 лет, а в случае инвалидности до 18 лет. Такая норма должна быть бесплатной даже в случае с лоукостерами, которые зарабатывают на рассадке пассажиров в самолете. Участники конкурса «Сулустар» уже в Якутске ежегодно конкурс певцов проводят в четвертый раз в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». С прошлого года конкурс стал зачетным, и районы сами проводят отбор в муниципальных образованиях. Отборочный тур прошли молодые исполнители из 15 районов. В Якутске они пройдут обучение от артистов театра эстрады. Также специальный гость фестиваля, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Дарья Белько, проведет для пяти финалистов мастер-класс по вокальному искусству. Участники будут соревноваться за право выйти в финал конкурса, итоги которого станут известны 10 февраля. Будут проводиться мастер-классы по циническому речи, по актерскому мастерству, по вокалу, по, если я не ошибаюсь, даже по хореографии у нас должны быть мастер-классы. А так наставники выбирают себе трех участников за свои команды, и мы должны по максимуму за одну неделю обучить наших подопечных к АЗАМ. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения, мы продолжаем. Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Хайкутя представил для жителей региона новый образовательный проект «Свои». Он направлен на поддержку социализации детей, участников специальной военной операции, в рамках которого дети могут получить знания и навыки. Какие именно, узнаем нашего сегодняшнего гостя, руководителя Центра Владислава Хабарова. Владислав, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли. Расскажите, что же это за центр такой интересный? Да, вот Центр опережающей профессиональной подготовки – это автономная некоммерческая организация. Мы открылись в 2020 году указом нашего главы Айсена Сергеевича Николаева. Это федеральный проект. В каждом регионе по одному открываются такие центры, указом нашего президента. В 2024 году таких центров должно открыться 100. Ну, прилично, да? Да, наш Центр опережающей профподготовки одним из первых на Дальнем Востоке открылся. И вот с 2020 года ведем свою деятельность. Деятельность ведем по трем направлениям основным. Первое – это аналитика. Мы анализируем, какие профессии сейчас есть востребованные у нас в регионе и какие будут востребованы через 5-10 лет. Ну, то есть на опережение работаете. Да, на опережение, исходя из нашего названия. И второе наше направление – это профориентация. Мы рассказываем об этих профессиях не только школьникам, студентам, но и взрослому населению. Потому что давно прошли те времена, когда можно было получить одну профессию и идти по этой профессии всю свою жизнь. Сейчас надо каждый день учиться, обогащаться, получать какие-то навыки. И для всего населения мы проводим такую разъяснительную работу. Ну и третье наше направление, это является нашим основным – это образовательная деятельность. Краткосрочные программы – это от 1 до 6 месяцев, где можно получить профессию. Мы ведем свою деятельность и для школьников, и для студентов, и для взрослого населения проводим какие-то курсы. Скажите, пожалуйста, насколько уже людей через ваш центр прошло за три года? Мы где-то посчитали вообще охват нашей деятельностью около 60 тысяч за три года. Это и профориентационные мероприятия, и какие-то массовые мероприятия, и краткосрочное обучение, профориентация. Все туда входит. Как вам можно попасть? То есть какая категория детей должна к вам обратиться? Что предоставить? Да, на нашем сайте sop14.ru представлен весь перечень наших услуг. Мы работаем со школами, с управлениями, образованиями, индивидуально работаем также со школьниками, со студентами, взрослое население. Наверное, слышали про проекты «Содействие и занятости», когда безработные могли получить профессию. Мамочки в декрете также принимали участие в этом проекте. Да, мы слышали, хороший проект. Да, этот проект также ввел наш центр обережающей профподготовки. Помимо своей деятельности, вот этой основной, мы принимаем участие в разных грантовых конкурсах. За все время существования, за три года, нами выиграно шесть таких грантовых конкурсов. И вот одним из них является проект «Свои». В 2023 году мы выиграли грант главы Илдархана Айсена Сергеевича Николаева. Вот в чем этот проект заключается? То есть название очень такое доброе, «Свои», да? Как детки туда попадают и какая это возрастная категория? Да, вот сначала специальные военные операции мы думали о том, как может наш центр к этому делу подключиться, как помочь. И, в общем, то, что у нас получается лучше всех, это реализовывать профориентационные мероприятия и обучать детей. Мы решили помочь членам семьи военнослужащих. Дети могут бесплатно у нас получить и профориентационные услуги, и бесплатно получить рабочую профессию. Еще, наверное, помните, в советское время любой школьник мог получить какую-то рабочую профессию, начиная от тракториста, заканчивая водителем. А сейчас мы для всех детей, членов семей СВО, военнослужащих, через наш сайт, цифровую платформу проводим такое обучение. На данный момент у нас около 49 профессий, которые можно получить. Какие это основные профессии? Ну, тут касается нескольких отраслей. Очень популярен транспорт, это водитель категории «Б», можно получить бесплатно. Здорово вообще. Айтишное направление очень хорошо представлено. Ну и сфера услуг, начиная от кондитера, повара, парикмахера. И в топе также промышленные компетенции. Так, то есть по итогу я захожу на сайт, выбираю, что я хочу у вас обучаться, выбираю категорию, что я являюсь членом семей СВО, у вас обучаюсь и получаю сертификат удостоверения, что я получаю по итогу. Вы получаете сертификат образовательный, который можете условно с этим сертификатом пойти в центр обучения любой из 19 представленных и там получить профессию. На сайте это все видно, какие центры обучения в каких районах расположены. Вот вы подходите вот в этот центр обучения и проходите там, получаете там вот эти профессиональные навыки. Давайте еще раз название сайта повторим. Ага, sop14.ru Ну, то есть там можно зарегистрироваться через поисковики. Да, либо в поисковике «Сантр опережающей профессиональной подготовки». Если вбить, то там наш сайт сразу уходит. И еще какие программы помимо переобучения? Ну, это профессиональное обучение, подходит только для 9-ти классников, 10-ти классников и 11-ти классников. Для младшей категории? И для младшей категории такого нет. Ну, помимо профессионального обучения, вот как там этапы для школьника, как только он зарегистрировался на сайте, на него выходит наш психолог-профориентатор, проводит с ним беседу, он заполняет некоторые тесты профориентационные. Мы понимаем, какое направление для ребенка подходит. И, соответственно, сами тоже для него рекомендуем, какие центры обучения могли бы и какое профобучение для него могло подойти. А потом уже школьник, исходя из наших советов, рекомендации выбирает центр обучения. Такой этап выглядит для школьника. Мы его сделали максимально упрощенным. До этого наш центр проводил большую работу по отбору этих центров обучения. Мы смотрели, какие у них преподаватели, соответствует ли материально-техническая база. Потому что для школьника это очень важно, для родителей, чтобы качество обучения было на высоком уровне. И какие планы у вас в будущем? В будущем мы проект «Свои» также будем реализовывать. Но сейчас в декабре 2023 года вышел указ главы о развитии образования. И проект «Свои» сейчас масштабирован почти что на всех школьников. По указу главы 10 тысяч школьников по всей республике каждый год будут иметь возможность получить бесплатно рабочую профессию. Как раз через нашу цифровую платформу, через проект «Свои». Проект «Свои» являлся первой ласточкой для того, чтобы любой школьник имел гарантию получения рабочей профессии бесплатно. Спасибо большое. Ну и несколько слов нашим школьникам. Да, ну школьникам я бы хотел обратиться, что вот действительно в 9, 10, 11 классе это очень такой хороший для вас период выбора будущей профессии. К этому надо подходить основательно, проходить профориентационные мероприятия. И если вы хотите что-то сделать, первые шаги для выбора своей следующей профессии, будущей профессии, то рекомендую обратиться на наш сайт sop14.ru, посмотреть, какие услуги у нас есть и воспользоваться им. Спасибо большое, что пришли. Желаем успешного развития. Но я уверена, что много школьников теперь задумываются о том, как правильно выбрать свою профессию. Хорошо, спасибо большое. До встречи. Дорогие друзья, мы все узнали теперь, как выбрать правильно профессию. Дорогие родители, я думаю, вы тоже задумались. Но мы идем дальше. А дальше у нас ГТО. Вы еще не слышали? Готов к труду и обороне. Да, вот так все вернулось из СССР. В СССР была такая программа, потом она возобновилась. И возобновилась уже порядка 10 лет назад. Почему это так важно? Да все очень просто. Теперь некоторые вузы учитывают золотые, серебряные и даже бронзовые значки по сдаче готов к труду и обороне. А это нормативы. То есть, представляете, это нормативы по бегу, плаванию, прыжков в длину. Все это очень серьезно, да? То есть, даже рывок гири, 16 килограммов есть, представляете, могут сдавать и дети, и взрослые подробнее в нашем следующем сюжете. В этом году нормативы ГТО можно сдать с января месяца. Это даст больше возможностей. До весны, чтобы улучшили свои результаты. Вот сегодня, например, кто-то, если сдал на бронзу, до весны еще у него есть время сдать на серебро или на золото. Буквально за пару часов сдали нормативы порядка 60 человек. В основном это школьники города и района. Скажу, что проходит очень хорошо. И каждый раз мы объявляем, что мы даже принимаем ГТО. Самого населения, и школьники тоже задействуем. Кстати, сдавать может любой желающий. Победители группы определенного возраста представят Олегминский район на фестивале Мусу Стар. В рамках данного фестиваля один из треков – это сдача нормативы в ГТО. И каждый район, который принимает участие, они должны представить команду. Это у нас двое мужчин, двое женщин с 18 до 24 лет и юноши от 14 до 17 лет. Чтобы успешно пройти, нужна хорошая физическая форма. В целом ребята готовы, но есть позиции, которые следует проработать. Когда нам показали, какие будут нормативы, я думал, ну сейчас легко сделаю. В итоге оказалось, что такая комплексная выносливость – это очень сильно. Что самое сложное оказалось? Самое сложное оказалось – после отжиманий выходить на протягивание – это тяжело. Ребята и сами понимают – без тренировок сложно. Каковы успехи? Печальные. В общем, буду больше стыраться и все такое. Вообще ты занимаешься спортом? Да. Чуть выше результаты у ребят из села. Отношение спорта сельских детей очень мотивировано. У них есть такое. А городских очень слабо. Потому что живут в локализованных домах, а берлинские дети занимаются домашним хозяйством. Это чувствуется. Первые результаты уже внесены в списки участников. Впереди тренировки. Вот снижая девочка, которая взяла первое место, она очень сильный соперник. Ну, я знала, конечно, что она будет, но старались из-за всех. Я занимаюсь с начальных классов. Прям, ну вот, получается, как легкая атлетика началась, как бы с третьего класса. У меня сразу на соревнования. Я уже в пятом классе начала и на волейбол ездить, и на все соревнования. Сейчас уже в одиннадцатом. Ну, прям настоящие спортсмены. Мне кажется, даже подготовка к ГТО – это уже отличная вообще спортивная подготовка. Напомню, что 10 лет назад, а 24 марта 2013 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым поставил до 15 июня 2013 года утвердить положение о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Вот так вот, все серьезно. И с 1 сентября он начал действовать тогда. Так что 10 лет наши взрослые и дети могут попробовать свои силы и узнать, готовы ли вы к труду и обороне. Но мы продолжаем спортивную тему. Новый центр пляжных видов спорта в Анапе готов на 80%. Спорткомплекс рассчитан на 1248 зрителей. После открытия новый спортивный центр будет работать круглогодично. Объект должен стать новой точкой притяжения как для спортсменов, так и для болельщиков. Надо разработать календарный план событий и мероприятий по всем пляжным видам спорта, чтобы центр был задействован в течение всего года. Вся работа по строительству центра ведется с учетом экологических нормативов, чтобы не нарушать окружающую природу. Вся конструкция посажена на сваи без бетонных оснований. Осталось собрать административное здание, провести освещение, уложить деревянные дорожки. А чтобы пески не поглотили новую площадку, мэр предложил высадить кусты по всему периметру. Первые соревнования здесь пройдут в мае в рамках мероприятий, посвященных старту сезона 2024 года, сообщает пресс-служба администрации города Анапы. Это будут соревнования по пляжному баскетболу, волейболу, футболу, теннису и другим видам спорта, которые активно развиваются в городе-курорте. Ну, мы видим сейчас карты, кадры с площадки, да, то есть уже так серьезно, все очень красиво, да, уже практически завершены все подготовительные работы. И я уверена, что если вы будете в Анапе, с удовольствием станете болельщиками на тех или иных пляжных соревнованиях. Спортивные объекты города Якутска находятся в активной стадии подготовки к мероприятиям международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. В начале года председатель правительства региона Кирилл Бычков проверил ход ремонта спортивных комплексов Дахсун, Мадун, Ледового дворца Лейботур, плавательного бассейна Челбон, Дворца спорта «50 лет победы» и Центр спортивной подготовки «Триумф». По словам Кирилла Бычкова, все работы, которые были запланированы к сегодняшнему дню, в целом завершены. Есть несущественные оставания, но они не выбывают из общего графика, как отметил премьер-министр республики. Глава правительства Якутии обратил внимание руководителей объектов на строгое соблюдение графика ремонта спортивных сооружений. Кроме того, должен быть обеспечен высокий уровень безопасности, соответствующий самым высоким требованиям, приведяемым к столице международных спортивных игр. По черту Кирилл Бычков. Напоминаем, что восьмые международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 25 июня по 7 июля 2024 года в городе Якутске. Мы сейчас видим кадры сверху, прекрасные кадры наших спортивных сооружений. Ну, что сказать, мы с нетерпением ждем, конечно, этих игр. И сейчас делимся новостями. Церемония зажжения огня. Восьмых игр «Дети Азии» состоится 19 марта в Национальном парке «Ленские столбы» за 100 дней до начала игры «Стафета». У нас будет проходить, прошу прощения, в Покровске и завершится 26 июня во время церемонии открытия игр на стадионе Туймада. Огонь игр в соревнованиях хранителей, организаторов, факелоносцев и волонтеров охватит административные центры всех 36 районов Якутии. Для эстафеты «Огня игр» изготавливается 80 факелов, презентация которых состоится перед зажжением «Огня игр». Также в рамках эстафеты запланированы спецпроекты, которые включают в себя знаковые, исторические, культурные и живописные места республики. Общее количество факелоносцев составит 550 человек, а протяженность пути более 37 тысяч километров. Представляете, это просто потрясающе. То есть мы сможем в трансляциях, в сюжетах это все с вами увидеть, если не своими глазами. Вообще очень масштабное событие, поэтому призываем всех принять активное участие, болеть за наших спортсменов, и мы непременно победим. Вообще у нас настоящая спортивная республика. Спортивные игры объединяют детей и взрослых с разных концов земли, с раннего возраста. Ведь любовь к здоровому образу жизни, самосовершенствование и красота – понятие объединяющее и понятие единое на всех языках. Безусловно, и повсеместно сейчас поддерживается развитие спортивных секций. Так был открыт новый спортивный зал для Алданской гимназии и при том еще и с реализацией программы «Карате в школу». Подробнее в следующем сюжете. Ассоциации со страной восходящего солнца, родиной боевого искусства карате, возникают уже на входе в новый спортивный зал Алданской гимназии. И первыми навыки и технику владения Докио Кишункай гостям продемонстрировали воспитанники районной федерации карате. Показательное выступление состоялось в рамках церемонии открытия спортзала. По инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в рамках единой субсидии по развитию Дальнего Востока были включены детские спортивные залы для общеобразовательных учреждений. Надо сказать, что этот проект поддержал Трутнев Юрий Петрович, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном округе. И мы построили самый большой спортзал из той программы, которая нам была предложена. В прошлом году на средство единой субсидии президента Российской Федерации Владимира Путина в Якутии началось строительство трех школьных спортивных залов. Вопрос курировался Дальневосточным постпредством и руководством республики. Этот спортзал, один из 50-й, который мы строим в рамках поручения Юрия Петровича Трутнева совместно с Минным Востока и Звития, это Министерство по развитию Дальневосточной Арктики при полной институтской поддержке региональных, в данном случае, республиканских и районных властей. В новом спортзале у гимназистов будут проходить уроки физкультуры, а также тренировки у ребят, посещающих секции. Возможность для занятий получат и другие спортивные коллективы. Так, для каратистов не просто решился вопрос с местом тренировок. Оснащенный современным оборудованием объект был открыт в рамках реализации проекта «Киокишункай» в школы. Больше и больше детей хотело заниматься именно каратой «Киокишункай». И каждый год очень много желающих приходит в нашу секцию. И у нас есть также внеурочная деятельность в девятой школе. И сейчас вот зал для детей построили здесь. Поэтому это очень здорово. Расширяя горизонты возможностей для юных спортсменов, современный спортзал станет своеобразной стартовой площадкой для новых достижений и побед. В нынешних помещениях без увлажнителя воздуха никуда. Почему? Ну, очень просто, потому что мы все нуждаемся, чтобы воздух был приятный, чтобы помещение было хорошо, да. Как это всегда популярно. То есть сейчас в каждый кабинет зайдешь, и даже маленький увлажнитель воздуха на столах обязательно увидишь. Но, оказывается, это не так безопасно, как хотелось бы. Во-первых, увлажнитель воздуха может значительно увеличить влажность воздуха, что, говорят специалисты, вредно. А также увлажнитель воздуха может повредить серьезно интерьеру. Так направленный поток пара может повредить стены, мебель и другие элементы интерьера, а также привести к отклеиванию обоев. Кроме того, перевлажнение пространства способно вызвать развитие плесени, грибка и других микроорганизмов. Для того, чтобы защитить комнаты и мебель в них от негативных последствий использования увлажнителя воздуха, прежде всего нужно регулярно мыть и обслуживать прибор, так как указано в инструкции. Тогда в нем не заведутся бактерии, как то ли впоследствии могут попасть в помещение. Кроме того, советуют специалисты за тем, чтобы следить поток пара не был направлен на стены, мебель и другие элементы интерьера, а также отдавать предпочтение моделям с датчиком влажности и гидростатом, чтобы уровень влажности всегда был под контролем. Избежать образования сырости и плесени, добавил Эсперт, также поможет использование испарительных или традиционных увлажнителей воздуха. Благодаря тому, что их производительность зависит от исходной влажности воздуха в комнате, можно не опасаться переувлажнения. Однако при этом стоит учесть, что такие устройства стоят дороже паровых и ультразвуковых увлажнителей, а их вентилятор шумит при работе. Но это мелочи по сравнению с тем, что можно лишиться очень красивой отделки или, например, получить плесень на стенах. Поэтому будьте внимательны, используйте приборы очень правильно, читайте инструкции, не выбрасывайте их сразу. Там много всего полезного. Ну, а мы продолжаем наши полезные советы. Итак, вы готовы к весне? Еще нет? Ну, давайте готовиться вместе. А что может лучше, чем новый образ? Не можете придумать и найти в магазине? Сделайте сами. И воспользоваться можно росписью по одежде. А в Ленске очень повезло всем линчанам, потому что там работает студия уже не первый год, и где каждый может прийти и научиться, как расписывать одежду и разработать свой новый стиль. Или, например, дать новую жизнь давно полюбившемуся комплекту. Подробнее о кастом-студии росписи в Ленске узнаем прямо сейчас. Подготовили коллекцию руководитель студии Альбина Колбик и обучающийся. Так как конкурс был заочный, оценивались работы по фотографиям. Мы сделали с коллегами, с организаторами, благодаря нашей фотозоне, сфотографировали платья, и кожаные тоже куртки отправили. И где-то в течение нескольких недель получили уже результат, потому что у нас дипломанты первой степени, первого места. На конкурс были представлены два платья из свадебной коллекции. Одно смелое современное, второе национальное якутское. Как рассказал нам руководитель студии, ей до сих пор пока еще не удалось встретить национальное якутское платье, поэтому пришла идея создать его самим. Получилась вот такая красота с традиционными узорами, аксессуарами, немного фантазии, и в образе появились элементы творчества Ван Гога. Роскошно. Одно из самых тяжелых платьев коллекции. И тяжело его одевать, на самом деле. Я всегда, когда его одеваю, представляю, как раньше одевали, ходили. В таких еще тяжелее платья были, и каркасы были, и корсеты тугие были. Я думаю, как тяжело женщина ужилась. Расписывали изделия ученицы студии, а демонстрировали уже модели. Платье соответствовало образу и характеру девушки. Это платье сделано по мотивам персонажа, довольно-таки старенького. Ее зовут Круэлла. Девушка такая дерзкая, необычная, любит выделяться. В реальной жизни я, на самом деле, тоже люблю выделяться, не люблю с серой мышкой, и чувствую себя в этом платье, как будто я должна быть в нем. Но эта необычность, современность мне очень нравится. Кружок росписи одежды работает уже второй год. Направление изначально было экспериментальным. Посещали занятия всего 15 детей, но со временем желающих обучаться стало больше. И студия Кастом заработала в полную мощь. Сегодня у Альбины Колбик три группы, а это более 50 человек. На занятия приходят не только дети, но и молодежь, и очень много бабушек. На каждый урок ученики несут свою одежду. Старую, которой можно дать вторую жизнь, или же новую, из которой хочется сделать оригинальную вещь. И, конечно же, они советуются и просят советов при выборе эскизов. То есть все черпаем везде, всюду. В ход идет все. Свадебные платья, куртки, футболки, кепки и сумки. Фантазии нет границ. Например, из простой черной кожаной куртки можно сделать вот такую дизайнерскую вещь. Многие местные байкеры, рокеры, если увидите, то они расписаны мною. Краска здесь, она, получается, не смывается. Даже если это будет дождь, она достаточно долго служит. Альбина Колбик сегодня единственная в городе, кто рисует на одежде. Направление ее работы становится все более популярным. А на роспись кожаных изделий у девушки уже очередь из клиентов. Овладели этой техникой и ученицы студии. Сегодня они готовят новую коллекцию, коллаборацию совместно с театром Крыку, которая будет представлена линейчанам уже в мае этого года. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Всем еще раз доброго утра, кто к нам только что присоединился. Желаем вам хорошего дня, что проснулись. Пора будить родных и близких. Не знаете как? А вот я недавно задалась целью. Как же правильно будить человека, чтобы ему было приятно, чтобы это не было стрессом, и он на тебя не злился, и не ворчал. Оказывается, говорят специалисты, можно сделать легкий массаж рук и ног. Ну, не знаю, мне кажется, щекотно будет и очень неприятно. Или тихонько под хорошую музыку рассказать человеку о том, какие у него глобальные планы и какой замечательный день его ждет. Ну, по-моему, второй вариант не очень действенный, но зато более безопасный. Точно никто не будет отбиваться. Ну, а чтобы вам было что рассказывать, прямо сейчас расскажем о том, какой сегодня знаменательный день. На календаре 6 февраля. Сегодня Международный день безопасного интернета и день отказа от мобильного телефона. Международный день бармена. По народному календарю Аксинин день. Ксения полузимница. Этот день называли также весноуказчиком. Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей весны. Этот день в истории. В 1626 году в этот день Людовик XIII подписал эдикт о запрещении во Франции дуэлей. В 1886 году, 6 февраля, открыт элемент Германии. В 1900 году в этот день впервые в мире передан ради сигнал о бедствии на море. А в 1936 году открылись четвертые зимние олимпийские игры в Гармиш-Партенкерхене, Германия. В 1968 году открылись десятые зимние олимпийские игры в Гренобле, Франции. В этот день родились Николай Зелинский, русский химик, один из основоположников органического катализа и нефтехимии. Алла Тарасова, советская актриса театра и кино, педагог, народная артистка Советского Союза. Александр Ефимов, советский военачальник, маршал авиации, герой Советского Союза. Игорь Матвиенко, советский российский композитор, продюсер, народные артисты России. Имени на сегодня у Герасима, Дениса, Ивана, Ксении, Николая, Павла и Тимофея. А сегодня еще одна знаменательная дата в календаре. Буквально завтра исполняется 212 лет со дня рождения классика английской и мировой литературы Чарльза Диккенса. Всем помним его известные произведения «Большие надежды», «Тяжелые времена», «Посмертные записки». А сегодня в очередных рекомендациях о Национальной библиотеке Якутии «Приключения Оливера Твиста». Берем на заметку. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я бы вам хотела рассказать историю одного маленького и одинокого мальчика по имени Оливер Твист. Он решил сломать ее совсем в юном возрасте, почти сразу после того, как родился. Был вскормлен соской, после чего отправлен на попечение миссис Мэн. Она держала у себя их недолго, лет до 9-10, как раз тот возраст, когда можно устроить на работу или кому-нибудь в ученики. Вот и наш Оливер к 10 годам был отправлен в приют, где целыми днями работал, питаясь лишь скудной похлебкой. И в следующий раз его отдали добродушному гробовщику Суарбери. Ну, конечно, его жена, домработница Шарлотта, его старший ученик, но и они слишком хорошо его приняли. Все время гоняли, обзывали. Но, по крайней мере, он мог хорошо питаться и даже ел мясо. Работа была очень для него тяжкой. Сколько всего он повидал. Умершие люди, гробы и их родственники, которые просто сошли с ума от потери любимых. Это все так пугало бедного Оливера. Он все время плакал. Однажды Нейо Клинтон все-таки перешел все границы, начав нелестно отзываться о матери Оливера. Тогда тихий и кроткий мальчик словно озверел, накинулся на него с кулаками. Завязалась драка, по итогу которой нашего Оливера и сбили. Все-таки он решил больше не терпеть всего этого. И рано утром сбежал. Он отправился туда, в Лондон. Хороший город. Правда, тогда он еще не знал, сколько всего ему предстоит пройти. Сможет ли наш маленький герой со всем этим справиться и обрести свое настоящее счастье? Вот такие у нас юные, эмоциональные и очень умные эксперты. Вы заметили? Даже они в курсе, о чем эта книга. Еще не читали? Прочитайте обязательно. Между тем, печальной и пугающей статистикой поделилась интервью руководитель Центра детской литературы Латвийской национальной библиотеки Сильвия Третьякова. Как передает Балднюс, по словам научного сотрудника, около 6% детей в возрасте 10-11 лет в Латвии не умеют читать. При этом в первый класс идут так же, как и в России в возрасте 6-7 лет. Ученые обеспокоены тем, что отсутствие базового навыка чтения ведет к отставанию по всем предметам. Причина же, как считает издание, кроется в нехватке педагогических кадров в стране. В Латвии население, которое чуть больше, чем во Владимирской области, дефицит педагогических кадров составляет уже 2000 человек. Представляете? Ужасная статистика. Мне кажется, что надо что-то предпринимать, потому что, правда, чтение – это базовый навык. И если ты хорошо, быстро, грамотно не умеешь разбирать текст, то отставание по другим предметам просто неизбежно. Ну, а чтобы внести вклад в развитие навыков не только чтения, но и правильного изречения мыслей, наша постоянная рубрика «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! Продолжаем наш разговор о сложностях русского правописания, а в частности о слитном и раздельном написании некоторых слов русского языка. Например, такое слово, как «заграницу» можно написать слитно в одно слово, а можно написать в два слова, то есть раздельно. От чего же зависит выбор? Как же нам поступать? Как выбирать? Слитно написать или раздельно? Когда мы с вами определяем слитное и раздельное написание такого слова, нам нужно понять, слово «какой части речи» мы используем. Если слово «заграница» используется как существительное, то мы напишем его слитно. Вспомните знаменитую фразу из романа Ильфа и Петрова «Заграница нам поможет». С другой стороны, если слово «заграницу» используется как наречие, то тогда мы напишем раздельно. Например, в 1921 году Максим Горький уехал куда? За границу. Здесь слово «заграницу» нужно написать раздельно. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Мне кажется, мы не только теперь говорим правильно, но еще и правильно писать. Скоро научимся. Спасибо нашим специалистам. Ну, а продолжаем мы подготовкой к новому сезону. Модными и стильными хотят не только взрослые и великолепные дамы, но и, конечно, наши замечательные, позитивные, обворожительные детки. В следующей рубрике узнаем, как же стильно, модно подобрать теплые одежды для вашего ребенка. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. Определить, что хочет на самом деле ваш ребенок, достаточно сложно. Но как родители я точно могу сказать, что самое важное – это заложить задатки стиля и вкуса с самого детства. Ну и, конечно, заботиться о его здоровье. Итак, в этом случае нам поможет правильная одежда, которая не только красивая, но еще и теплая. Один из самых комфортных вариантов – это комбинезон. Именно в таком комбинезоне ребенку будет удобно. Ну и, конечно, родители смогут быстро и комфортно одеть своего ребенка. Обратите внимание обязательно, из чего он изготовлен, потому что именно те материалы, которые будут использовать изготовитель, будут влиять на комфорт и тепло вашего ребенка. Помните, что вы закладываете эстетическое восприятие на будущее. Если вы одеваете своего ребенка в пестрые, яркие оттенки, которые не сочетаются друг с другом, скорее всего, в будущем ребенку будет самому сложно подбирать себе красивые эстетичные образы. Поэтому обязательно старайтесь выбирать более натуральные оттенки, такие цвета, которые ближе к природным. Именно они помогут заложить отличный фундамент в образе и стиле на будущее. Один из удобных вариантов – это сдельный костюм. Например, вы отдельно выбираете брюки, также отдельно вы выбираете куртку. Важно, что и то, и другое могут быть совершенно разных цветов. С детьми постарше бывает посложнее. Помочь реализоваться и выразить свою индивидуальность можно в базовой куртке. Нейтральный цвет – что мы делаем? Обязательно добавьте яркие аксессуары и детали. Например, разрешите застегнуть на куртку значки любимых героев или красивый яркий шарф, головной убор того бренда или того супергероя, который ему нравится. Вспоминая наше советское детство, всегда вспоминаешь огромное изобилие колготок, рейтус и прочего. Сейчас детям повезло гораздо больше. Достаточно одного и двух слоев для того, чтобы обеспечить тепло и комфорт ребенку. Здесь у нас с вами термобелье с специальной пропиткой, в котором ребенок не потеет. Такой вариант идеальный. Во-первых, он очень легкий, приятный к телу, ну и нейтральный по цвету. Вы можете передавать его от одного ребенка к другому, независимо от его гендера. Флисовый вариант давно уже используют не только дети, но и взрослые. Именно флис – идеальный вариант для зимы. Вот такой вот легкий комбинезон можно носить ребенку, просто сняв свою уличную куртку. Это очень стильный и красивый вариант, в котором ребенку будет комфортно и тепло. Поэтому обязательно пользуйтесь разными вариантами сочетания цветов. И, конечно, спрашивайте мнение ребенка, потому что именно это важно в том, чтобы ему было классно. Головные уборы для ребенка также могут быть совершенно разные. Вы можете выбрать вязаную балаклаву на флисе или вот такой вот вариант с мембранной пропиткой. Опять же, вспоминая свое детство, всегда думаешь о варежках на резинке, в которых внутри обязательно перчатки, чтобы точно было тепло. Сейчас все гораздо проще. Вот такие вот классные варежки, которые также пропитаны и комбинированы в нескольких материалах, для того, чтобы ребенку было легко играть в снегу и, конечно, весело проводить время на площадке со своими друзьями. Но вы точно будете уверены в том, что ребенок будет отлично защищен. Забота о здоровье наших детей – это один из приоритетов родителей. Но роль мамы в образах детей очень важна. Мама – это настоящий стилист для всей своей семьи. Поэтому помните, что эта ответственная миссия лежит именно на нас, на мамах. Поэтому давайте будем максимально ответственны, будем составлять классные образы и влиять на вкус и эстетическое восприятие своих детей. Всем хорошего дня, до встречи, пока-пока. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Газпром установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Поставки по газопроводу силой Сибири вновь превысили суточные контрактные обязательства компании. Ранее в этом году четыре рекорда были установлены в январе. Поставки по силе Сибири идут в рамках двустороннего долгосрочного договора о купле-продаже газа между Газпромом и CNPC. Для текущего года действует контрактный объем в 30 миллиардов кубометров после 22 миллиардов кубометров годом ранее. А в 2025 году сила Сибири выйдет на полную экспортную производительность – 38 миллиардов кубометров газа в год. В федеральный закон об оружии внесены изменения. Каждые пять лет гражданам, имеющим огнестрельное оружие, необходимо проходить медико-токсикологическое исследование, а также получать медсправку. Кроме этого, владельцы оружия ограниченного поражения и газовых пистолетов должны пройти курсы безопасного обращения. Участникам спецоперации рекомендуют сдавать оружие на хранение в Росгвардию для недопущения тяжелых последствий. Здесь с принятием решения Илтумен о переименовании улицы Автодорожная в проспект Михаила Николаева. Здесь хочу прокомментировать и, пожалуйста, запомните, что к нам в отделы, непосредственно к нам по городу Якутску обращаться через портал госуслуги только после того, как у вас в паспорте появится новый штамп, где, например, будет уже штамп стоять, что проспект Михаила Николаева. Соответственно, как говорится, в паспорте Михаила Николаева прописка и разрешительные документы. В России обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков. Они должны быть просчитаны и обеспечены ресурсами, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Госдума создала дополнительно рабочую группу для того, чтобы в нормативном поле урегулировать данные вопросы, сказал министр. Он отметил, что кадровая составляющая – это самое важное направление, с которым необходимо работать. По словам министра, есть разные предложения по новым мерам поддержки, в том числе те, что касаются финансовой мотивации. Но все должно быть просчитано и обеспечено ресурсами. Якутский онкологический диспансер начал прием пациента в новом здании, торжественно открытом 2 февраля. Первым подразделением, принявшим пациентов, стало поликлиническое отделение центра, рассчитанное на 220 посещений в смену. Так, за пару часов первого рабочего дня онкодиспансер принял порядка 20 пациентов, пришедших как на первичный, так и на вторичный прием. Ожидается поэтапное открытие. Остальных отделений ежегодно планируют принимать по 20 тысяч пациентов. Отметим, что онкодиспансер оснащен всем необходимым оборудованием. Вообще очень рада, что новый диспансер у нас открылся. То, что мы сейчас работаем в новом здании, мы этого очень долго ждали. У нас у каждого есть свой кабинет, смотровой кабинет с новым оборудованием. Там, получается, гинекологические кресла, новые полностью аппараты, сургитрон, радиоволновые аппараты у нас новые. Оснащение намного лучше. У нас комфортабельные, получается, по СанПИНу. Медработники Ямгинской районной больницы провели акцию. Жители района получили консультации ведущих врачей. Онколога, хирурга, гинеколога. Прошли исследования крови на онкомаркеры, узи органов брюшной полости, щитовидной железы по показаниям. Для женщин было организовано маммографическое обследование и анализы на онкоцитологию. Всего в рамках акции обследовано и осмотрено 182 человека. Проведено 115 ультразвуковых исследований, 54 маммографии. По результатам анализов впервые выявлено 8 онкологических заболеваний. На дальнейшее, более детальное обследование направлены 32 пациента. На сегодняшний день у нас на учете состоит 139 человек по онкологическим заболеваниям. К сожалению, эта цифра у нас неизменно ежедневно растет. Поэтому наша основная цель – выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, чтобы можно было их лечить именно на ранних стадиях и в корне пресечь их развитие. Самое распространенное заболевание сейчас – именно онкологическое поражение желудочно-кишечного тракта. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня! Доброе утро! Доброе утро! Ну, очень интересно узнать, какие направления туризма были актуальны в прошлом году? В прошлом году были очень сильно актуальны направления по экологическому туризму. Это посещение парка «Синья» в горном районе, посещение ленских столбов, к примеру, в Англазском улусе. Также наши памятники природы, которые всемирно известны. Это ледник Булус, водопады Кюрюлью. То есть направление экотуризма. И второе, самое большое направление, чем интересовались туристы – это наши, конечно же, водные сплавы. Это сплавы по реке Ботума, по реке Синья. Также очень много туристов в прошлом году было как раз в Ангинском районе. И третье направление, которым интересуются больше всего наши туристы, которые приезжают в Якутию – это же, конечно же, наш культурно-познавательный событийный туризм. То есть в прошлом году, вот как раз к празднику Сех, было довольно-таки много туристов, которые посещали Якутию. То есть, получается, культурные традиции – это очень тоже актуально. И вот в этом году тогда какие события планируются туристически? Понятно, что дети Азии. Мы все с нетерпением ждем приезда и спортсменов, и болельщиков. А что еще? В этом году очень большой запрос у нас был в связи с тем, что приезжает и приезжало много туристов. С начала года это туристы из других городов, которые хотят почувствовать холод в Якутии. То есть туристы ездили в Аймекон, к примеру, приезжали в сам Якутию. То есть только чтобы попробовать, что такое холод в Якутии. Но если есть какие-то возможности, посетить сам Аймекон, где ощутить минус 50, минус 60 градусов. В этом году также у нас новое направление. Это вот по обручению нашего Ильдархана Исена Сергеевича. Это разработка и сертификация именно по направлению детского туризма. То есть мы в этом году должны разработать 20 сертифицийных туристских маршрутов. А никакие будут? Пешие, сплавы? Что мы будем делать? Есть определенные требования именно к детскому туризму в части безопасности. То есть это будут у нас маршруты и экскурсии не более 4 часов. Если куда-то выезды, то это с размещением не более, к примеру, двух дней. Ну то есть мы палаточный какой-то отдых подразумеваем. И скорее всего все-таки пешие маршруты, чтобы обеспечить безопасность. Да, это вот по детскому. И третье, самое большое направление. В этом году мы хотим развить наших спящих великанов, к примеру. В этом году мы думаем, что много туристов будет у нас в Тампонском районе. Это сейчас многие начинают говорить про Тампонские горы, про их водопады, про их реки. То есть именно вот горный туризм, который доступный еще, можно доехать на машине. Это вот как раз наши Тампонские горы. А как обеспечивается безопасность? То есть у нас очень богатая природа и очень много диких животных опасных, которые, конечно, мы сохраняем, но тем не менее. В первую очередь, конечно, если предприниматель работает в сфере туризма, он должен соответствовать всем стандартам. То есть он должен находиться в едином федеральном реестре. Если вы посещаете какие-то такие отдаленные объекты, то вы должны, конечно же, пользоваться в первую очередь их услугами. Теми, кто именно профессионально организует экскурсии, например, сплавы. Потому что у них есть свои гиды-инструктора. Они умеют там оказывать первую необходимую помощь. Они встают на учеты службы спасения, к примеру, в МЧС. То есть соблюдают все требования безопасности для наших туристов. Ну, получается, вы работаете с теми направлениями, где уже реализуются полноценные услуги со всеми необходимыми сертификатами. А какие меры поддержки есть? С прошлого года у нас активно реализуется наш национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В прошлом году мы выиграли федеральный конкурс. Это по мерам поддержки именно туристского снаряжения, туристского оборудования был конкурс. Где примерно порядка 50 предпринимателей выиграло на общую сумму 67 миллионов. И на создание модульных некапитальных средств размещения. Это вот наши домики «Афреи», «Барнхаус». Там было выделено порядка где-то 100. То есть конкурс был на 120 миллионов. Порядка 20 предпринимателей выиграли. И в этом году вот эти все модульные дома должны построиться. И в этом году тоже будет федеральный конкурс. Это будет единая субсидия. Если касается нефинансовых, то у нас, например, в агентстве мы оказываем консультационные услуги, как вести бизнес. То есть многие, которые хотят работать в сфере туризма, они, например, не знают, как открыть турбазу, как стать туроператором, куда водить туристов и так далее. То есть на все эти вопросы мы консультационно отвечаем. Также другие вот меры поддержки. А дистанционно? Давайте сразу зададим вопрос, потому что нас смотрит вся республика. А дистанционно мы тоже оказываем. У нас есть сайт, у нас есть телеграм и канал ВКонтакте. То есть те вопросы, которые к нам поступают, мы на них отвечаем. Ну или можно вам просто написать на электронный адрес, да, и вы дадите развернутую консультацию. Спасибо большое, очень интересно. Скажите, пожалуйста, где-то можно ознакомиться с перечнем туристических направлений у вас на сайте? Да, у нас есть все туры, именно наших туроператоров. На нашем сайте собраны именно все средства размещения, гостиницы, турбазы и маршруты, которыми занимаются наши именно предприниматели. То есть про то, что мы рассказывали. Поэтому на нашем сайте у нас туристский портал называется visityakutia.com. Можете как раз туда зайти и ознакомиться со всеми нашими, то есть не нашими, услугами предпринимателей. А что-нибудь такое экстремальное в этом году развиваться планируется? Ну понятно, что это для определенных категорий приезжих туристов. Там какое-нибудь, не знаю, скалолазование, наленские столбы, еще что-то такое. У нас был запрос в этом году, спрашивали, например, есть ли велотуры в Аймекон полюс холода зимой, к примеру. То есть такие очень экзотичные, экстремальные туры. К лету, к примеру, многие интересовались у нас именно про категорийные сплавы на реке Алдан. То есть в Якутии очень много таких мест, которые очень экстремальны. И пятой, шестой категории как раз есть в Якутии. Они интересовались, но это очень сложные маршруты и требования там очень такие серьезные. То есть ждете, когда появится инструктор, который будет соответствующей контракцией? Да, инструкторы на самом деле у нас есть. Просто их нужно необходимо подготовить, если хотят, в этом году. Но маршруты и доставка, транспортировка, логистика там сложные. Скажите, пожалуйста, ну а самые туристы, которые из самых отдаленных стран, какие были? Из отдаленных стран, ну... Кто экстремально решил познакомиться с нашими морозами? Например, ну в Аймекон очень часто ездят туристы. Это экстремалы, которые были во всех странах мира. И, к примеру, можно сказать, из стран Азии, к примеру, были туристы также из Арабских Эмиратов, из Ближнего Востока и так далее. То есть они вот те люди, которые находятся на юге, они как раз и хотят посетить наш холод. Ну, в общем, ждем их посещения в следующую зиму. Несколько слов нашим телезрителям. Я хотел бы в первую очередь, как руководитель Агентства по развитию туризма, нашим местным жителям, все-таки начать путешествовать именно по Якутии, потому что у нас сейчас развивается внутренний туризм. Поверьте, в Якутии очень есть много мест, куда еще не ступала нога человека. И именно вы можете как раз открыть какие-то новые достопримечательности у нас в Якутии. Спасибо большое. Дорогие друзья, на этой позитивной ноте мы завершаем наш эфир. Начинайте утро вместе с нами на НВК Саха и Якутия 24. Хорошего вам дня!